Первый Новый год без гостей. В этом году караганецам рекомендуют отказаться и от утренников, и от вечеринок. И хотя рестораны и зоны отдыха продолжают публиковать приглашения на новогодние ужины и корпоративы, лучше их избегать. Иначе грозит крупный штраф. Как еще можно встретить весело без неприятностей Новый год? Для среднестатистического жителя Казахстана Новый год это традиционные визиты к родственникам, застолья с друзьями или в ресторане, массовые гуляния. А как люди будут отмечать Новый год в этот раз? Ничего абсолютно. Как обычно, с семьей в этом году, наверное, гостей не встречаем. Может быть, к родственникам поедем. С друзьями, может, соберемся, пойдем куда-то, если, конечно, открыто все будет. Посмотрим, может, выпьем чего. На рыбалку еду. Обычно уезжали куда-то подальше. Горы, снег и так далее. Наверное, будем дома или сходим в гости обязательно, потому что очень длинные выходные. Массовые мероприятия отменены по всей стране. Комитет Санэпид контроля просит остаться дома и встречать этот самый любимый народом праздник без приглашения родных и друзей. В данный момент эпидемиологическая ситуация в Казахстане и в мире ухудшается. Каждым днем все больше заболевших у нас людей. Друзья, Новый год – это семейный праздник. Давайте все вместе поддержим челлендж и встретим Новый год в кругу семьи с родителями и своими детьми. Откажемся от корпоративов, от банкетов и от всех мероприятий. Друзья, я жду от вас поддержки. Театрализованные постановки, концерты и трансляции, конечно, будут, но только в основном в онлайн-режиме. Из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, в том числе и дома. Массовые, по определению, это больше 10 человек. Что остается делать? Можно отметить праздник по-другому – на улице. Устроить подвижные игры, покататься с горок, прийти на каток или лыжню. Но не нужно забывать, что по приказу Минздрава как в помещении, так и на улице нужно носить маски. Исключение только для детей до 5 лет и для людей, занимающихся спортом. Поэтому, чтобы не заработать штраф и не испортить себе настроение, лучше иметь с собой несколько масок и менять их по мере необходимости. Не забывайте и о социальной дистанции в полтора метра. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5 канал.